Ребят, всем привет! С вами Игорь и вы находитесь на канале Ультравыхлопа. Спасибо вам большое за то, что вы ставите пальцы вверх, смотрите нас. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии и конструктивную критику. Сегодня у нас такой технологический, технический выпуск. Я постараюсь более подробно рассказать вам о аспектах работы автосервиса по глушителям. Расскажу вам отдельно про тюнинг-составляющую и про ремонтную составляющую. Это все делается для того, чтобы вы лучше понимали, вы лучше разбирались во всех аспектах, связанных с глушителями. Итак, начнем мы с банок. Вот сейчас я вам представляю четыре варианта банок. Эти банки, они созданы для того, чтобы делать звук выхлопа другим. Это не какие-то универсальные штатные банки с тихим выхлопом. Это именно тюнингованные банки. Прежде всего, они отличаются размером. Но не только размером. Если посмотреть внутреннюю составляющую каждой банки, то она разная. И есть несколько, несколько видов банок, которые отличаются громкостью и характером звука. Итак, прямоточные банки. Это те банки, где мы видим вход и выход из банки. У нас таких две. Одна более маленького размера. И она громче. Другая более большого овального размера. И она у нас получается чуть-чуть потише. Обе банки прямоточные. Они создают такой рычащий звук. Следующий вид банки. Эта банка тоже прямоточная. Она является прямоточной, но со скосом. То есть внутри здесь конструкция не прямая. А здесь небольшое есть пространство. Так называемая камера. И за счет вот этой камеры выхлопные газы, они не просто проходят, а они ударяются об стенки, резонируют. И получается такой немножко булькающий эффект. А на турбовых автомобилях также вот за счет этой банки можно добиваться прострелов. И такая тихая банка. Банка, которая, она называется с колбой. Здесь вы не увидите никакого света, потому что она не прямоточная. Внутри находятся колбы для того, чтобы гасить звук. Она создана для таких довольно, ну, больших объемов. Да, на турбовые движки ее не поставишь. Здесь только для атмосферников, для каких-нибудь маслкаров, мустанга или камара. Вот она такая банка существует. Кстати, по поводу мустанга, камара и остальных тачек. Вы можете посмотреть их по ссылке в описании в нашем инстаграме. Переходите. Что касаемо банок, перед тем, как устанавливать что-либо из банок, в нашем сервисе вы можете прослушать звук на свой автомобиль прямо на подъемнике здесь у нас. Мы подбираем звук индивидуально под каждого. И поэтому перед тем, как что-либо устанавливать, мы минимум три варианта, которые именно вашей машине подходят, мы предлагаем на выбор. И уже вы решаете, какой звук и какой характер вам более подходит. Банки состоят из нержавеющей стали. Здесь полуторамиллиметровая нержавейка. Как вы знаете, ну, не на всех машинах даже нержавейка стоит. Здесь все цельно из нержавейки. Поэтому гарантия, качество и долговечность – это те основные качества и характеристики наших банок, которые мы устанавливаем для тюнинга. Помимо изменения звуковыхлопа, вы можете приехать в наше тюнинг-ателье, в нашу тюнинг-студию и повесить красивые, замечательные, интересные насадки. Вы уже видели, что у нас довольно большой ассортимент насадок. Я вам представлю три вот таких варианта. Первый вариант – это хромированные насадки. Второй вариант – это черные насадки. И третий вариант – это насадки известных компаний. Вот они в карбоновом стиле делаются. Насадки, естественно, необходимо подбирать под ваш автомобиль также индивидуально. Мы срезаем штатный выхлоп. И если у вас уже есть диффузор с выпилами в бампере, уже, так скажем, под насадки все готово, мы примеряем также, подбираем из всего ассортимента насадки те насадки, которые вам понравятся. Также вы можете заказать, если увидели где-то хромированные насадки или привезли хромированные насадки с собой, вы можете у нас заказать покраску насадок. Красим мы не просто краской, да, а здесь она такая порошковая краска, которая для дисков. Она очень надежная, качественная и долговечная. То есть это не просто эмаль, это такой пластик, который на насадку держится. С тюнингом звука и с тюнингом, в принципе, мы определились. Теперь, что касаемо ремонта. Две самые частые проблемы, которые возникают в автомобиле в выхлопной системе. Первая проблема – проблема с катализаторами. И вторая проблема – проблема с гофрами. Что такое катализаторы и что такое гофры? Давайте начнем с катализаторов. Каталитические нейтрализаторы – это специальная вот такая сетчатая керамическая штука, которая, так скажем, делает ваш выхлоп экологичнее. И очень часто катализаторы, они превращаются в не пойми что и задерживают выхлопные газы. То есть создается такая пробка, засор. Собственно, вот с такой проблемой очень часто к нам приезжают автомобили. Машина не едет, расходует много бензина, появился чек. Все это проблемы с катализатором. И, кстати, по поводу катализаторов. Вот сейчас даже во время съемок у нас не останавливается работа. У нас каждый час расписан, потому что на съемку мы тратим деньги, а тут мы работаем. И вот сейчас мастер как раз устанавливает уже пламя-гаситель в этот Nissan Note вместо катализатора, который разрушился. И если вы хотите также отремонтироваться или сделать тюнинг у нас, то переходите по ссылке в описании. Там вся информация о наших контактах. Записывайтесь любым удобным способом. Что касается катализаторов. Старые катализаторы можно заменить на другой катализатор. Это не совсем, скажем, дешево. Катализаторы сами по себе они дорогие, так как они содержат драгметаллы. Либо катализаторы, либо пламя-гасители. И в 90% случаев сейчас в России происходит замена катализаторов на пламя-гасители. Плохо это или хорошо, не мне судить. Это ответственность каждого автовладельца. Я лишь расскажу вам, в чем отличие, во-первых, установки катализатора от пламя-гасителей. Как выбрать правильный пламя-гаситель для того, чтобы через год или через два не приехать опять на ремонт. Первое. Вы можете заменить катализатор на универсальный катализатор. Мне, так скажем, по опыту больше нравятся железные, чем керамические. Так как качество бензина, оно оставляет желать лучшим в России. И керамика может очень быстро прийти, опять же, в негодность. А вот железные катализаторы, они такого не сделают. Максимум, что может быть, это при самых ужасных ситуациях он может начать забиваться. Но, опять же, это происходит очень редко. Ну что же, немножко поговорили про пламя-гасители. Вставляем их в сторону. И что у нас осталось? Это гофты. Чисто на личном опыте я никому не хочу, так скажем, навязывать свое мнение. Я просто расскажу, как я к ним отношусь. А вы уже решите, насколько я прав или откорректируйте в комментарии, где я могу ошибаться. Первое, с чего я хотел начать, это с юбки. На большинстве гофр вы видите вот эту вот часть, она очень короткая. Это правильно. Раньше все гофры, они были вот такие вот. У них была длинная юбка, которая очень часто выходила из строя. Если мы говорим про гофры, самые дешевые гофры, которые там стоят 500 рублей или 700 рублей, они чаще всего идут с длинной юбкой. И они имеют всего два слоя. Ну, так себе гофры, на самом деле. Средняя продолжительность их службы, ну, год. Далее идут также гофры. Если вы видите, в чем отличие помимо юбки, это в том, что внутренняя составляющая гофры, она не вот такой вот сетки, а она такого вот сельфона, ну, или самой гофры, да. Это хорошо. Тут не создается сопротивление, в отличие от этой гофры. И, соответственно, они более надежные. Но, опять же, здесь три слоя. Давайте дальше смотреть. Дальше идет кольчужная гофра. Чаще всего на европейских машинах вот они изначально вот такие вот идут. Тут три слоя, да, она трехслойная. Четвертый слой – это кольчуга. И она более подвижная. И тем самым гофра, она послужит, так скажем, дольше. И отработает, возьмет на себя весь удар от вибрации двигателя. Четвертый вариант – это усиленная гофра. Издалека, да, вы сейчас видите, что, о, ничего себе они одинаковые, на самом деле нет. Вот эти три гофра, они все разные. А, четвертый вариант – это усиленная кольчуга. То есть вот мы берем вот эту кольчугу и еще сеточку ставим сверху. Это для тех людей, кто не хочет менять гофры там чаще, чем там три года, пять лет и так далее. Она тоже очень хорошо ходит, да, и она даже лучше ходит, чем вот эти вот гофры, которые состоят просто из сетки. Поэтому она более, так скажем, качественно будет отрабатывать все вибрации и снимать нагрузку с других элементов выхлопной системы. И вот эта пятая гофра, она является самой топовой сейчас. И на самом деле вот эта вот гофра, вы видите ее отличие, то, что она заужением, да. Это сейчас золотой стандарт качества гофр. Вот такие гофры, они ходят дольше всех. Если вам реально нужно качество и долговечность, вы просто вот эти все гофры берете, убираете и выбираете именно вот эту гофру. На нее, кстати, самая большая гарантия. Единственное, из-за чего она может стать неисправной, это если у вас порваны подушки двигателя, если вы ездите по бездорожью и заехали куда-нибудь на корягу и просто вырвали ее механически. Поэтому сейчас пока что это самый надежный вариант, который можно установить. Ребята, а вы бы какую бы себе на машину поставили гофру? Пишите в комментариях от одного до пяти, мы обязательно заценим ваш ответ. Ну что же, вот и подошел к концу этот технический выпуск. Обязательно пишите в комментариях, если вы узнали что-то новое или если вы с чем-то не согласны. Также пишите в комментариях, что вы хотите видеть в выпусках. Если вы хотите увидеть там Ламборджини или какой-нибудь, не знаю, грузовик, да, где мы делаем тюнинг выхлопа, обязательно тоже пишите об этом. Мы стараемся ради вас. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Нам это очень важно и очень приятно. И мы стараемся ради вас.